главный момент который я хотел бы сегодня донести кроме того что мы посмотрим как всегда на цену обсудим что у нас что ждать дальше и какие у нас есть определенные указания знаки на движение цены главное что хотел бы донести вот у нас есть такая штука биткоин и два главных настроения на рынке первое первый тип настроения это то что биткоин это ракета которая улетит к необозримым высотам и сейчас мы просто терпим некие манипуляции которые будут конечном итоге закончены и рынок развернется это будущее технологии и прочее вторая идея это то что биткоин это лишь очередной тип класс неких финансовых инструментов которые могут быть использованы на финансовом рынке что никак его не отличает от прочих других активов типа акций типа валют золото ну и прочего прочего и что все те принципы развития этого рынка они такие же как и у всех остальных и конечно оба мнения имеют свои законы основания существовать почему я лично думаю что вторые люди которые прежде второго мнения они упускают очень важный момент и во многом не правы это не значит что я полностью отрицаю их права их правоту это что я придерживаюсь первого мнения это значит лишь то что как по мне так любой идеализм максимализм как скажем люди которые говорят технический анализ это все что нам нужно знать для того чтобы успешно торговать на рынке потому что все уже заложено в цену и то как мы грамотно вычленим эту информацию из технического анализа из введения цены будет означать то насколько будем мы выигрышны в рынке однако однако это настолько узко я хочу сказать но очень узкое представление о рынке то что у нас как в любом информационном информационной составляющей какого-либо процесса у нас есть некий шум до из которого как из белого шума в радиоволнах практически нереально но не практически нереально нереально вычленить какую-либо скрытую информацию так и в техническом анализе очень часто это практически нереально поэтому существуют определенные фундаментальные причины того что тот или иной актив будет двигаться в ту или иную сторону будет в будущем выше ниши исчезнет или займет доминирующей позиции и эти моменты исключать из анализа своего рыночного ни в коем случае нельзя по моему мнению так вот почему на мой взгляд кажется что мне кажется что вторые второе мнение по поводу биткоина этого рынка она ошибочная это потому что приравнивать его всем остальным доселе существующим активом и инструментом на рынке это не некорректно просто по той простой причине что такого как биткоин до этого не существовало до сих пор никогда то есть все что было раньше это лишь некое видоизменения уже существующих вещей в определенном смысле криптовалюта это что-то совершенно революционное и поэтому несмотря на то что конечно она может прогнуться и существовать в той же парадигме что и все все предыдущие до этого сели существующие активы типы клах классы неких финансовых инструментов но но у нее есть очень большой шанс действительно стать неким революционным новым подходом в финансах именно поэтому я и делаю свою ставку на то что действительно сейчас мы просто находимся в неком в некой некой стадии зарождения новых нового некого нового новый парадигма что давать скажем и кроме того я никогда не хочу отмечать важность мнения авторитетов да кроме того у нас есть огромное количество авторитетов которые топят за то что биток это полный шлак однако я знаю многочисленные примеры людей которые отличаются чрезвычайным уровнем интеллекта и которые никогда доселе или практически никогда доселе не ошибались в том куда им стоит прикладывать свои усилия и следовать развитию чему чего им стоит в будущем потому что они видят потенциал и видят реальную стоимость и цену вещей и так как тетель если эти люди они считают что биток будет чем-то колоссальным я склонен им верить нежели неким товарищам которые просто выступают рубором масс-медиа чтобы управлять этими массами в то время как вот эти первые люди которых я уже говорил они скорее не влияют на массы но тем не менее за их деятельностью стоит следить но вот такой вот лическое такое отступление давайте посмотрим на цену и на некие указатели что у нас происходит ну во первых продолжаем мы торговаться в том же самом диапазоне в принципе однако постепенно постепенно снижаемся и более того если мы посмотрим на более такой длинный таймфрейм то в принципе то движение вниз который мы наблюдали уже достаточно долго она лишь поддерживается и дальше и дальше и дальше и надо сказать что вот на всем этом протяжении прежде всего этого времени когда мы увидели падение вот здесь вот была некая длительная консолидация вот здесь вот была относительно длительная консолидация вот это вот тоже там ну буквально вот сколько допустим 24 до 28 4 дня но пусть пять дней вот здесь вот тоже там неделя то здесь вот я жду еще может быть числа до максимум 14 15 то есть где-то вот здесь вот 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 здесь вот максимум скорее всего раньше вот где-то уже 11 12 мы увидим определенное новое движение потому что момент момент инерция вот это всего падение она очень и очень сильна то есть мы либо должны корректироваться либо должны продолжать наращивать рост движения вниз как вот здесь вот и и вообще если посмотреть более глобально то на самом деле есть ну такая неплохая надежда на то что в принципе вот по недельному таймфрейму например мы видим большой достаточно рост объема по сравнению даже с вот этим вот показателями то есть в принципе так если абстрагироваться от эмоциональной составляющей этого процесса можно сказать что мы действительно подходим к некому разворотному моменту и что возможно вот это вот было все некое такое фейковое состояние выжимающие последние копейки когда как бы с 4000 очень сложно с трех тысяч заставить людей верить биток а вот 6 все таки еще можно и там вот 6-9 это такой диапазон более-менее позитивный вот но когда уже здесь энергия закончилась мы вернулись в более-менее реальную цену которую мы не смогли вернуться изначально вот и вот здесь вот здесь уже будет происходить реальная проторговка и мы видим что действительно на более низких уровнях у нас есть определенные объемы будем надеяться что мы их как-то реализуем ну а в плане прогноза по-прежнему я ожидаю падение скорее падения до 3000 чем роста вопрос лишь том будем ли мы отскакивать опять же согласно моей такой назовем это громко концепции мы должны упасть здесь мы должны докупить на этом падении даже даже где-нибудь на 2 800 вот так вот начинает докупать на определенную долю того портфолио которую туда вот депозита который у нас есть для дополнительных инвестиций ну скажем пять десять процентов как мы уже говорили до этого и если у нас будет отскок с будем смотреть по характеру отскока может быть не продавать совсем если же отскок будет такой хиленький то продавать где-то там на 3 500 частично закрывать да и в надежде на то что мы еще раз упадем и можно докупиться за но так то же самое как мы сделали с отскоком от 3 500 до 4 тысяч 3 500 вот вот такие такой прогноз более того мы должны отметить состояние у нас шартов и лангов до шарты у нас практически наверное на историческом максимуме были вот недавно 41 тысячи час были еще выше и это говорит о том что как у нас дампится цена то есть мы постоянно в среднем идем вниз по шартам верхние по шартам пока цена идет вниз и я думаю что как раз на определенном моменте вот это конечно статистический показатель вы должны это понимать однако выражение этой статистики она очень весьма весьма красноречиво когда у нас будет по определенным алгоритмом которые наверняка используются крупными игроками на рынке вычленяя количество объема который они смогут собрать при движении наверх а это все 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 то что у нас представляет собой ордера стоп ордера в лонг при движении цены вверх скрытые до которые где-то вот здесь вот они у нас находятся то есть как только цена пойдет вверх все вот эти ребята будут покупать или ликвидироваться это очень очень большой капитал и не только эти да но там еще есть бит микс есть эти си и прочее прочее так вот это такая сжатая пружина которая разом не развернется с лечением времени будем это ожидать не будем про это забывать пока мы очень и очень здорово жались однако это лишь исторический максимум течение двух года мы находимся на куда более низких уровнях чем были до этого поэтому я думаю что возможно 40 тысяч это далеко не предел для шартов возможно мы увидим 50 60 тысяч когда цена упадет ниже трех там может быть и нам на две с половиной и вот тогда тогда когда мы видим и объемы здесь и прочее мы сможем рвануться вверх и это все закроется и будет дополнительным топливом для движения наверх ланге пока скромно подрастают между прочим да то есть вот они чуть-чуть выросли я думаю что это скорее некий разумные позиции с такой к так сказать более более умных денег да ну и наконец должен отметить обязательно вот этот вот факт что мы продолжаем падение на рынке рынках ценных бумаг то есть вот мы подросли рванулись вниз чуть-чуть подросли и опять рванулись вниз то есть это было недельный недельная просадка потом ее отыграли на за эту неделю и опять резко упали вниз то есть вот опять мы идем к новому минимуму новый максимум был ниже новый минимум будет возможно ниже на вот этом вот диапазоне с конца сентября до буквально таки начала декабря это два с половиной почти три месяца это очень и очень депрессивное состояние на мой взгляд все те кто говорят о том что это всего лишь временно сейчас мы все тут разрулим пойдем вверх я думаю что они надели себе розовые очки и они могут быть права только в том случае если это все отстрельнет совершенно параболический рост абсолютный какой-то маниакальный золотой лихорадки условно говоря до нас да клика лихорадки но с того момента как она достигнет абсолютно нового максимума тогда это будет уже полнейший безумнейший крах вот скорее всего попытаются этого избежать и раб бушит уже прямо сейчас поэтому новый минимум более низкий новый более низкий максимум только-только будут подтверждать мою теорию так скажем да я нос конечно я не отрицаю того что она может быть ошибочно я очень и очень сильно склонен к верить то что действительно да мы мы летим вниз по рынку ценных бумаг и очень интересно смотреть на то как поведет себя bitcoin именно в этом отношении последнее что я должен отметить по ценам по торговому так как по движению цены это эфир и но тут кстати да у меня тут есть старая картинка где-то еще с сентября где я тут говорил что эфир пойдет вниз поторгуется некое время в боковике и потом идет вниз и еще идет вниз как вы видите вот этот вот мой прогноз он практически сбылся на 75 процентов то есть раз пошел вниз боковик еще вниз и вот сейчас вот я ожидаю уже где-то тут по битку у меня на принципе примерно то же самое тут 0,023 битка думаю что вполне мы можем его увидеть по крайней мере 100 долларов я говорил о том что эфир будет по 100 долларов это наверняка так как многие хотят закупить именно там так вот по поводу закупок давайте даже наверное дневной таймфрейм откроем посмотрите как у нас меняется объем торговли да на эфире с восемнадцатом году понятно как какой был ажиотаж в конце 17 начале 17 потом тут немного ну такое воскрешение но очень очень локальная и вот посмотрите вот это падение какой был большой объем вот это падение объемы еще больше вырастают и опять же если абстрагироваться от всего того пессимизма и в принципе от новостного новостной составляющей что идет вокруг крипты и того ора вокруг этого я могу просто глядя на график сказать что да да у нас есть определенные показания на то что это то тот уровень где огромное количество интереса проявляется эфир я думаю вы чего и ну как сказать при представляет собой выражает большую долю настроение по альтам на рынке и rc20 и так далее вот у нас этот минимум кстати да очень похоже на то что мы к нему придем и когда мы достигнем как раз этих минимумов и еще большего максимального интереса я думаю что там будет большие закупки и мы уже никогда не увидим эти уровни возможно что мы сейчас торгуемся именно на дне у этого уровня в боковике от которого потом и пойдет медленный и стабильный рост вот такие дела последние теперь уже уже не по цене не по так сказать техническому анализу и такому основному основным положением а по несколько более фундаментальным вещам продолжаем смотреть мы на топ кошельки по состоянию объем биткоинов на этих кошельках и надо сказать что помните мы говорили о том какие есть интересные такие движения крупнейшего капиталом 66 тысяч биткоинов двинулась распределилась между 100 кошельками ну и так далее интересно посмотреть что несмотря на то что нас особо как по таких сильных именно движения настоящий момент нет но заключение того что в течение месяца там его тут 10 тысяч там там 30 тысяч и так далее однако если посмотреть на мень менее крупные кошельки вот начиная со второй сотни посмотрите сто двадцать третий кошелек появился с 5 по 6 у нас эти зачисления 8000 и дальше пошли все восемь тысяч восемь тысяч восемь тысяч все все восемь тысяч биткоинов сейчас 27 миллионов долларов и таких кошельков более сотни ну смотрите восемь тысяч биткоинов 27 миллионов умножаем на 100 получается почти три миллиарда долларов три миллиарда долларов двинулась непонятно куда вот продолжаем третью сотню вот они посмотрите вот они идут все примерно в одно и то же время вот здесь закончилось на 200 вас практически 100 с небольшим кошельков что это такое происходит если мы посмотрим транзакции они на самом деле весьма такие своеобразные то есть видите с полу кошельков двигал и двигались эти штуки вот у с огромного количества перед переходили там по 200 по 200 по 200 биткоинов туда-сюда топталась что это такое зачем это нужно непонятно однако остается ясным тот факт что капитал куда-то движется что что-то большое грядет и эти изменения говорят о том что у нас не просто если бы если мы просто вы продавали да да если бы все бы шло к краху тогда у нас мы просто бы двигались как-то вот туда куда действительно идет и цена то есть эти вещи бы постепенно бы распродавались ритейлером это никакого такого подобного дробления вот этой вот этих махинаций ничего этого не было бы и мы бы лишь бы видели слив который бы сопровождался движением цены вниз сейчас на цена 2 движется то также вниз однако та странная активность кошельков она говорит о том что все это какая-то просто замануха я бы сказал вот так вот так это назвал вот но пока мы с вами разговариваем цена еще немножко просела я думаю что будем и тестить 3 200 ближайшие часы возможно даже то есть вот очень неплохое движение прям вот как мы с и ожидаем посмотрим я же тем не менее глобально остаюсь настроен позитивно желаю вам того же не забывайте что все что я говорю о личном мнении они финансовый совет удачной торговли ребят профита на рынке до завтра пока